Всем привет, с вами Priya, и сегодня мы поговорим о ковенанте винтиров, а именно о наградах, которые мы будем получать за уровень известности в этом ковенанте. Не стоит расстраиваться, видосики будут и по другим ковенантам, но нужно чуточку больше времени для этого. Ссылочки на другие видосики по ковенантам будут в ближайшее время в описании этого видосика, ну и также будут на ютуб канале загружены в ближайшее время. Поехали, рассматриваем ковенант винтиров. В статейке нам написана общая информация, которая еще может к реклизу поменяться, поэтому мы не особо будем это смотреть, не особо будем на это засматриваться. Краткая информация, то есть что мы вообще в принципе получаем за прокачку уровня известности и какие награды нас ждут. Открытие тиров, открытие талантов в проводнике душ, проводник душ это отдельное, скажем так, древо талантов интересное довольно-таки. Не особо рассматривал его, думаю рассматривать его прям детально стоит за пару недель до Shadowlands, но выглядит эффектно. Также мы рекрутим себе различных мопцов. Далее мы повышаем уровень тех вещей, которые мы получаем за локальные задания в награду. То есть полезно ли это будет, вопрос хороший. Также получаем различные улучшения для легендарочек, а именно легендарные рецепты. Получаем питомца, маунтов и трансмог с ковенанта. То есть это пушечки и броня. Любая тканевая, кожаная, кольчужная, платная. Мы само собой ее рассмотрим. Также мы открываем кампанию ковенанта по частям, ну и увеличиваем количество спасенных душ в утробе каждую неделю. При условии того, если мы прокачиваем уровень известности в ковенанте. Это общие награды, в принципе, вообще для всех ковенантов. То есть везде-везде все одинаково касательно этого, только награды отличаются. Вот, тут же нам написан блок информации о том, где нам нужно поговорить с мопчиком для того, чтобы получить какую-либо награду. Ну и показан скриншот в виде интерфейса. На 35 уровне мы получаем талантик на плюс 2% стамины. Ну то есть и вот показана галочка. Все красивенько в целом выглядит. Приставим ниже. Представлена вся информация о том, что мы получаем при прокачке уровней известности. Это долго довольно-таки, поэтому основные награды. Давайте посмотрим. Шестой левел. Мантия. Интересная довольно-таки. Мы ее тоже рассмотрим в отдельной уже статейке по внешнему виду. 11 уровень. Игрушка. Именно игрушка в виде камня возвращения. Очень красивая анимация, реально классная. 14 уровень. Для легендарочки интересное свойство. Можно это свойство вставить в голову, плечи, либо нагрудник. Далее. 16 уровень увеличения итем-левела с локалочек. Ну то есть те шмоточки, которые мы получаем в награду, они будут повыше итем-левелом. 23 уровень ковенанта. 23 уровень известности. Мы получаем маунта. 27 уровень мы получаем питомца. Камушек такой интересный. С ножками, с листиками, с ручками. Красивый, хороший. Мне он понравился. На 32 уровень мы завершаем получение ковенантовой брони. Последние три кусочка получаем. И они доступны для покупки. Ну и также, помимо этого, мы еще увеличиваем количество получаемых душ. 34 уровень получаем мантию с багрянцевыми мечами. Очень красиво выглядит. Тоже все посмотрим. 36 уровень иллюзия для меча. Для любого вообще древкового, да, ковариант. 37 уровень мы получаем пушечку какую-то интересную в виде внешнего вида для трансмога. 39 уровень получаем еще одного маунта, который мощнее, чем который был ранее на 23. И 40 уровень мы получаем звание каунт или каунтлес. Это граф или графиня по гул-переводчику. В принципе, если именно так и оставят в русской локализации, то мне это очень и очень нравится. Хороший перевод. Граф. Прия. Ну, четко. Мне нравится. Вот. Ниже представлена краткая информация о том, на каком левеле мы получаем какую-либо награду. То есть маунты 23-39, питомец 27-й, игрушка для камня возвращения 11-й, прокачка проводника душ, по-моему, так он переводится. 3-й, 8-й, 10-й, 21-й, 25-й, 30-й с надей. Окей. Титул получаем на 40-м. Ну, то есть все-все-все кратко расписано. Увеличение получаемых вещей по этом левелу с локальных заданий. 16-й, 29-й. 2% стамины. 2-й, 19-й, 35-й. Вот она иллюзия. То есть так она представлена на вовхеде. Закрою, немножко подыму. А вот я ее вырезал в фотошопе. Красивенько, замечательно, я думаю. А вот питомец, который представлен в, так сказать, живой локации. Немножко пролистаю выше, чтобы было лучше видно. А вот я его в фотошопе красивенько вырезал. Анимация использования камня. Реально красиво. Рог такая летает вокруг. Ну или это анима. Четко, четко. И, кстати, вот она в манте с багранцевыми мечами. На ДК, наверное, смотрится она так красивенько. Или это рога какой-то с кинжаликами. Не суть. Вот маунты. Этот маунт за 23 уровень. То есть он без брони. Он самый обычный такой. Не особо кайфовый. Вот он за 39 уровень. Тоже я его вырезал в фотошопчике. Предлагаю вам посмотреть на него. Переходим к трансмогу. Различному интересному. Отлистаю в самый верх. Тут очень много сайтов. Очень много вариаций. Ткань. Кожа. Кольчуга. Латы. Листаем далее. Ткань. Кожа. Кольчуга. Латы. Ткань. Кожа. Кольчуга. Латы. Ну, какой-то зеленый цвет не очень смотрится. Ткань. Кожа. Кольчуга. Латы. Сет снял. Это немножко напоминает по шапке. Или из вечного дворца. Что-то такое. Есть какие-то отголоски прошлого в этом сете. Или мне кажется, просто не знаю. Вот она мантия. Разная расцветка присутствует. И, само собой, разный немножко способ получения. Вот она немножко темноватого цвета. Более светлого. Ну, а эти две мантии пока что непонятно откуда берутся. Непонятный источник. Неизвестный. Мантия мечей. Багрянцевых. На 34 уровне известности. Вот так вот они выглядят. Ну, и мы видели в игре эту мантию уже. То есть, то, что использование камушка было. Красиво смотрится. Очень красиво. Листаем ниже. Могила. Я немножко прибалдел в тот момент, когда вообще долистал до этого момента статейку. Перед записью видосика я пролистал, все посмотрел, изучил. Чтобы полностью верно высказать вам всю информацию. Вот вы можете подумать, это какая-то игрушка или это что-то еще такое подобное. Нет. Это элемент трансмога. Это плащ. Плащ в виде могилы. Вы только представьте. Плащ в виде могилы. Вы тащите за собой могилу. Просто тащите за собой могилу. Вдумайтесь в это. Это в голове не укладывается. Это реально плащ. С цепями. То есть, фантазия разработчиков шагнула... Ну, я не знаю, в какое-то хорошее направление, наконец-то. То есть, что-то интересное, что-то уникальное. Можно сказать, они перепрыгнули сами себя в плане разработки плащей. Плащ могила — это реально что-то новенькое. Есть серая версия, есть с золотой цепью, есть еще один с неизвестным источником и еще один с неизвестным источником. Вот и все. Все абсолютно награды ковенанта винтиров рассмотрены. В следующих видосиках рассмотрим другие награды ковенантов. Не забывайте о ссылочках в описании. Счастья, здоровья! Берегите ноги, мойте руки. До скорого!